Великобритания и Франция Великобритания 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 В частности В марте 1940 года Резидент СССР в Париже сообщил о подготовке диверсионных акций в Закавказье А группа крайне правых сенаторов стремились путем давления на правительство ускорить нападение армии Вегана на Закавказье и стояли за решительные действия в Черном море и за разрыв с СССР Со своей стороны советское руководство принимало меры по усилению войск Красной Армии в Закавказском и Северокавказском военных округах о чем свидетельствует в частности постановление комитета обороны от 4 мая 1940 года В период странной войны на западе руководство США предприняло попытку найти возможности для примирения враждующих сторон Такая задача была поставлена перед заместителем госсекретаря США Самнером Уэллисом который в первые месяцы 1940 года посетил Европу со специальной дипломатической миссией На этой фотографии можно видеть Уэллиса покидающего рейхсканцелярию после встречи с Гитлером который в то время для американцев являлся еще рукопожатным Как отмечал майский советский полпред Великобритании нацистские лидеры произвели на американского дипломата хорошее впечатление как спокойные и разумные люди Однако результаты миссии Уэллиса показали что желание президента США снискать лавры миротворца став посредником между нацистами и англо-французскими союзниками трудно осуществимо 10 мая 40-го года германские войска вторглись в Бельгию Голландию и Люксембург которые капитулировали в считанные дни как известно немецкое командование нанесло главный удар там где его не ожидали через труднодоступный район Орден в обход линии Можино с целью прижать англо-французские войска к морю и уничтожить их можно посмотреть немецкую кинохронику тех дней которая дополняется подборкой фотографий боевых действий на западном фронте англо-французские войска бросив всю технику и вооружение в районе портового города Дюнкерк вынуждены были эвакуироваться на британские острова уже 14 июня 40-го года немцы вошли в Париж здесь вот фотография военного парада в Париже 14 июня 40-го года а вот на этой фотографии можно видеть транспортировку исторического вагона в котором в 1918 году была подписана капитуляция Германии по итогам первой мировой войны 22 июня 40-го года в том же самом вагоне в том же самом месте в Компьенском лицо было подписано второе Компьенское перемирие означавшее поражение Франции отношение немецких оккупантов жителям западной Европы существенно отличалось от того как гитлеровцы относились к советским гражданам после нападения Германии на СССР летом 41-го года поэтому не удивительно что на фотографиях жизнь французов и бельгийцев во время фашистской оккупации выглядит вполне благопристойно вот жители Франции наблюдают за немецкими бомбардировщиками направляющимися в Англию вот а это жители Брюсселя благодарят короля Бельгии за решение прекратить войну с Германией и это конечно не идет никакое сравнение с тем что творилось на временно оккупированных советских территориях после того как гитлеровцы развязали против СССР фактически войну на уничтожение